Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, мы сегодня, дорогие братья и сестры, рассматриваем 90-й псалом. Традиционно наши лекции проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзегет.ру. 90-й псалом. Его главная идея заключается в том, что веряющий себя покровительству Всевышнего получает его благословения и ангелов-заступников. Уже в глубокой древности, начиная с 3-4 века, данный псалом понимался как молитва, читаемая для защиты от надвигающихся опасностей. Древний еврейский текст не имеет надписания. По септуагенте псалом озаглавливается словами «песнь хвалы Давида». По тексту псалма мы встречаем двух действующих лиц, которые сменяют друг друга. Некоторые исследователи, например, создатели современного русского перевода, видят даже три действующих лица в данном псалме. Итак, повествование начинается от третьего лица «он» говорится в первом и втором стихах, затем продолжается от второго лица. Третий и тринадцатый стих чаще всего упоминают местоимение «ты», а заканчивается снова третьим лицом «он» в последних трех стихах. В связи с этим возникает предположение, что за богослужением данный псалом исполнялся по ролям, разными лицами или разными хоровыми коллективами. Ну, как у нас сейчас за богослужением, есть возгласы священника, есть фрагменты, которые пропиваются хором, есть нечто, что читает чтец или возглашает дьякон. В первом и тринадцатом стихах перечисляются наставления адресату, возможно, таким адресатом был царь, и свидетельства о его благочестивой жизни. В последних трех стихах звучит укрепляющее слово, сказанное как бы от лица самого Бога. Последние слова в контексте храмового богослужения, скорее всего, мы можем предположить, произносились священникам. Девяностый псалом входит в состав шестого часа, который должен читаться в полдень. Его место 12 часов дня изначально читалось в полдень. Девяностый псалом входит в некоторые другие чины, в некоторые молебны. Поэтому мы не читаем его на всякое время и на всякий час. Если мы присмотримся в отношении того, что мы чаще читаем, мы чаще читаем 50-й псалом. Он действительно входит в состав утренних молитв. 50-й псалом входит и в чинопоследование ко святому причащению. В 50-м псаломе мы больше размышляем о личном покаянии, о том, что нам сердце нужно содержать в чистоте. Но, повторюсь, распространение 90-го псалма связано с тем, что люди всегда переживали и переживают какие-то атаки бесовские. И это один из немногих текстов, где двузначность тех или иных глаголов или существительных так или иначе наводит нас на мысль, что вот они, ангелы, с одной стороны, вот они, падшие ангелы, змеи, скорпионы, с другой стороны. Ну и как бы уверенность в Боге, воспеваемая в этом псалме, она человека укрепляет в том, чтобы полагаться на Господа, надеяться на то, что он в какой-то момент отгонит эту вражью силу и пошлет ангела-хранителя, который не даст прикнуться на гемоей. Поэтому, если присмотреться внимательно к тексту, то 90-й псалм, он скорее звучит не как заклинание от беса, а как уверение себя человека, верующего уже, что бес к нему не прикоснется, если он будет жить под покровом Всевышнего. Рассмотрим детальнее содержание данного псалма. Первые два стиха. Первые стихи задают тему для всего остального псалма. Живущий под покровом Всевышнего обретает безопасность. Безопасность таким образом приобретается верой в Господа. Древние именования Бога, или по-другому можем сказать титулы Бога, Всевышний, Всемогущий, указывают на величие и могущество Его Божества. Верующий человек находит в нем убежище, в месте, где можно укрыться от беды и непогоды. Такое убежище дает тень в жаркий день, которую можно уподобить тени от крыльев большой птицы. При этом птицей, парящей над человеком и простирающим над ней свои широкие крылья, словно мать-птица, которая над своим птенцами простирает свои перья, по данному псалму является Бог, а по Евангелию – Иисус Христос. Верующий человек непрестанно повторяет слова «Мой Бог – это мое убежище, моя крепость» или буквально «твердыня», «и поэтому я Ему доверяю, уповаю на Него». Эти слова выражают глубоко личную веру человека, который полностью вверил свою жизнь в руки Божьи. При этом описываемая в псалме вера, по всей видимости, базируется не на слепом доверии, а на опыте ответного покровительства со стороны Бога. Во втором стихе в повествование вставляется прямая речь говорящего. Во втором и в девятом стихах похожий литературный прием, некая вставная цитата. Такой же переход от говорящего к цитате из его слов вот наблюдается, как я уже сказал, в девятом стихе. Своей репликой говорящий не столько хочет что-то пояснить или дополнить к основному тексту, сколько выразить свое признание веры. Бог действительно является его убежищем, Господь безусловно является его упованием. То есть это некий такой эмоциональный всплеск фразы, которая вставляется от лица говорящего. Третий, шестой стихи. В ответ на веру, выраженную в первых стихах, кто-то уверяет псалмопевца, что он действительно будет жить в безопасности. Возможно, говорящий в третьем двенадцатом стихах является священником, который заверяет, «Будь уверен, что Бог защитит тебя от опасности любого рода – ожидаемых, неожидаемых, реальных и воображаемых». Между образами из основной части псалма 90-го и содержанием 33-го псалма есть множество параллелей. И там и здесь упоминаются ангелы, окружающие человека. Присутствует ощущение безопасности, поскольку Господь избавляет от скорбей и дает ноге такую уверенность, такую твердость, что она не поколеблется, даже если притнется о камень. Сеть птицелова, третий стих. Как и разрушительная язва, не указывают на конкретную болезнь. За этими словами стоит общее указание на какое-то смертельное жало. Слова «жало» и «смерть» пророк Асия в некоторых случаях даже персонифицирует. Они словно нападают на человека, как живые существа. «Смерть – где твоя жало? Ад – где твоя победа?» Пятый-шестой стихи использует такой же литературный прием по персонификации страхов и болезней. Здесь ужас пугают по ночам, как полтергейст. Стрела, как ястреб, налетает днем. Жало скрывается во мраке, как скорпион, а зараза опустошает в полдень, словно шторм. Понятно, что это какие-то личные аналогии, а не то, что мы прочитываем в тексте. Этим я хочу показать, как можно персонифицировать тот или иной абстрактный термин. Если за ужасом стоит образ панического страха, шокового состояния, об этом говорит нам сам термин, стоящий в исходном тексте, то в образе заразы, если присмотреться тоже к этому очень редкому, очень малоупотребляемому древнееврейскому термину, многие толкователи усматривают намек на демонические силы. Святитель Афанасий Великий полагал, что в данном псалме повсеместно речь идет о духах злобы поднебесной. Просто они обозначаются разными словами. Действительно, не только здесь, но и в других местах Библии ночные страхи, это словосочетание вы встретите во многих местах Библии, выступают как враги, которые атакуют по ночам. А вот за бесом полуденным в святоотеческой письменности нередко понимается тот бес, который атакует во время дневного сна. И он связан с духом лени. Я сейчас не готов сказать, что я уверен в том, что я понимаю, что написано в греческом тексте, не имею его под рукой. Поэтому та интерпретация, которую я предложу этому стиху, она скорее базируется на моем предположении, что может быть в тексте оригинала. У меня есть предположение, что там одно из двух. Или появляется вставное греческое слово, которое отсутствует на иврите. Или авторы славянского перевода решили дважды повторить один и тот же термин, который они не знали, что обозначает. Действительно, вот эта язва, ходящая во мраке, как и второе слово зараза, опустошающая в полдень. Язва и зараза. Два русских слова, которые не передают значение оригинального текста. Там и на иврите стоят два слова, которые являются так называемыми гапекс легоменом. То есть слова, которые употребляются один или несколько раз в Библии всего. В основном, как составляются лексиконы, как мы понимаем этимологию слов. Я имею в виду те люди, которые используют историко-филологический метод исследования текста или научный подход. Мы чаще всего смотрим на контекст, на то, в каких контекстах какие значения приобретает одно и то же слово. И лучше всего этому помогают какие-то аналогии. Это, например, когда используется библейский параллелизм, и когда какому-то термину дается значение, а потом в параллель дается другой термин, известный и понятный нам, которому дается тоже соответствующее значение. Это как х-у, у-х, примерно так. И тогда мы понимаем значение этого х. х. В данном случае употребляются два слова, которые очень редко встречаются в Библии, и поэтому можно только гадать. Поэтому есть предположение, что вот эта язва – это чума, это какая-то зараза, инфекционная болезнь. Может быть, зараза точно так же. Но вот в святатической письменности под этим полуденным бесом понимался, как я уже сказал, дух лени, или в целом было такое представление о том, что есть некий бес полуденный, то есть есть ночной бес демон ночи, есть дневной бес, который такует днем. Вот у них есть какие-то свои особые свойства. Итак, многозначность этих слов связана с тем, что мы до конца не понимаем, что вкладывал автор в их создание. А поскольку эти термины, они не находили свои аналогии в славянском лексиконе, то поэтому славянские переводчики предпочитали использовать какие-то писательные конструкции. Вещь. А что такое вещь? Ну пойди пойми, что такое вещь. Или как в русском тексте язва и зараза. Что такое язва? В каком контексте мы понимаем слово язва и зараза? Эти два настолько многозначных слова, которые могут интерпретироваться, как я уже говорил, на самых разных уровнях. Поэтому все эти варианты перевода, приземленные, физиологические болезни или наоборот, какие-то прирожения сил бесовских, они отталкиваются исключительно из-за того, что мы до конца не понимаем, что означают эти слова. Однако, если присмотреться к тексту, становится очевидным, что автор псалма не столько нам пытается дать картину потустороннего мира, как там живут какие-то неизвестные нам силы. И даже не столько охарактеризовать природу падших ангелов, сколько дать некую красочную иллюстрацию жизни человека. Эта жизнь человека подобна путешественнику, который совершает свой путь длиной в жизни через пустыню. И там лицом к лицу встречается с пыльными бурями, опасными скорпионами, змеями, другими какими-то рептилиями. Природа опасности этого путешественника, мы можем легко себе представить какого-нибудь предпринимателя иудейского древности, ну или просто какого-то благочестивого родственника, который совершает путь через песчаные барханы, через безводные степи, он там встречается с такими реальными опасностями. Так вот, природа этих опасностей в псалме представлена завуалированно. И поэтому, в зависимости уже от нашего толкования, она может интерпретироваться как на физическом, так и на метафизическом уровне. Как нападение природных стихий или как нападение сатаны и других падших ангелов. Поскольку сеть ловца не отождествляется в псалме с сетью дьявола, следовательно перед нами указание не на личность сатаны, а на смерть, как на некий феномен. Такой смертью может быть как смерть физическая, так и смерть духовная. О смерти физической говорит последующий образ чумы или даже мы можем себе представить, что речь идет о некой моровой язве. А уподобление смерти духовной пагубной ловушки, сети, мы находим в книге Экклезиаста. Процитирую. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. В таких тисках смерти убивает не стесненность клетки, а паника, потеря контроля над своей волей, которая толкает рыбку или птичку на смертельно опасные поступки. В этом случае Экклезиаст использует понятное для человеку подобие сети или клетку для того, чтобы описать внутренний мир человека, психологии его души. Для человека сетями или камнями преткновения по святителю Афанасию являются грехи и страсти, в которых человек может запутаться и погибнуть. Такими тайными кознями по блаженному Феодориту Кирскому являлись, например, сети прелюбодеяния, которые расставляла юному Иосифу, прекрасному библейскому герою, супруга Патифара, начальника телохранителей египетского фараона. Зловещие силы готовы в любой момент наброситься на человека. Однако слова «не убоишься» из пятого стиха псалма избавляют верующего от страха. Страх является порой более разрушительным для веры, чем сомнение. Человек, сомневающийся, еще способен рассуждать, сравнивать, искать правды. Страх же загоняет его в тупик, сбивает с ног, замораживает его способность адекватно оценивать ситуацию. Лекарством против страха является утешение человека, находящегося в беде. Так, для того, чтобы ободрить отчаявшихся соотечественников, пророк Исаия укрепляет их веру следующими словами. «Не бойся, ибо я с тобою. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей», говорит Господь. Если человек со всех сторон окружен защитной силой Бога, ему нечего бояться. Силы вражей не могут к нему приблизиться. Такими защитными силами в данном случае являются распростертые крылья птицы, которые, как мать, оберегают своих птенцов, а также широкий щит и крепостные стены, которые являются символами верности Небесного Отца. Вера в Бога, конечно, не освобождает от окружающих опасностей, от иррациональных страхований или от реальных нападений духов злобы поднебесной. Противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Однако уверенность в Боге не дает духовным змеям наносить смертельные укусы, служит противоядием и вырабатывает иммунитет против их ядовитого жала. Седьмой и десятый стихи. Хотя далее перед нами рисуется картина с тысячами павших на поле битвы солдат или десятков тысяч сограждан, умерших от чумы, но все это образы, за которыми могут также стоять более тонкие духовные реалии. Безусловно, в истории богом хранимого народа бывали такие случаи, когда ангел господень поражал десятки тысяч врагов, и при этом никто из самого избранного народа не пострадал. Однако такие примеры не являются гарантией того, что во всех подобных случаях праведники в час икс будут чудесным образом защищены богом. Трезвомыслящие люди постоянно подмечают, что умирают от болезней и атеисты, и верующие, падают на поле брани и те, кто молится, и те, кто никогда не молился. Поэтому нет смысла искать какую-то заклинательную формулу, особую молитву, которая гарантированно убережет от надвигающейся опасности. И также нет смысла искать на ответ «почему, несмотря на мои непрестанные молитвы, Господь меня не уберег?» Глубоко верующему человеку скорее должна быть присуща траектория по мысли апостола Павла «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Эти слова подтверждают, что Бог остается с нами до конца, даже в смерти. Псалмопевец безусловно верит, что его защита свыше зависит от Божия покровительства. Всевышний его убежище и его жилище напротив нечестивые лишены Божией защиты. В отличие от категоричных утверждений апостола Павла о том, что даже смерть не способна отлучить его от Господа, в повествованиях Псалма все же сквозит какая-то условность. Герой Псалма должен избрать Всевышнего, полюбить его, познать его имя, воззвать к нему, чтобы быть услышанным и получить избавление в минуту скорби. Павел, напротив, уверен, что ничто и никогда от Бога его не отлучит, поскольку верит в его безусловную любовь. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Заботливое попечение Бога о человеке проявляется в его поручении ангелам охранять человека на всех путях его. 11-13 стихи. Ангелы должны сопровождать праведных во всех жизненных обстоятельствах, поддерживать за руки и уберегать от неверных шагов, обеспечить возможность преодоления всех опасностей. Так патриарх Авраам, посылая раба на поиски невесты для своего сына Исаака, говорил ему, что Господь пошлет ангела своего пред тобою. По 33-му псалму ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Приказание ангелам нести на руках настолько завораживает, что даже дьявол, будучи очень хорошим знатоком Библии, когда-то решил процитировать эти слова. Конечно, не для того, чтобы призвать Бога их исполнить, а для того, чтобы усыпить бдительность Иисуса Христа. Искушая Спасителя в пустыне, сатана не только предлагал притворить камни в хлеба и получить власть над всеми царствами мира, но и испытать верность Бога в сказанных однажды словах, ибо написано, цитируется в Евангелии, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя. Возражая дьяволу, Иисус напомнил ему слова из книги Второзакония, не искушайте Господа Бога вашего. Следовательно, не стоит требовать у Бога гарантий, что при любых условиях не приключится тебе зло. Никакой молебен не может заставить Бога защитить нас своими ангелами. Однако, вера в то, что Бог понапрасну не отдаст нашу душу дьяволу в порабощение, позволяет вслед за Иисусом верить, что на границе смерти и мы скажем Отче, в руки твои предаю дух мой. Четыре загадочных животных Аспид, Василиск, Лев и Дракон из 13 стиха являются поводом для многоуровневых толкований. Современные переводы видят здесь явный параллелизм между взрослым львом, может быть, уже постаревшим и слабым и рогатой гадюкой и, соответственно, между молодым голодным львом полным сил по-славянски скимен и драконом большой змеюкой. В силу того, что в греческом переводе первым животным является Аспид, скорее всего, речь идет о египетской кобре, некоторые исследователи видят во всех четырех животных четыре типа семейства змеиных. От маленькой до большой змеи некие четыре величины. Другие усматривают здесь два типа льва и два типа змеи, потому что дракон по-другому это морской змей. В таком случае параллелизм представляет собой не только повтор, но и усиление общей идеи. Наступишь на слабенького льва и маленькую змею, раздавишь сильного льва и огромную змею. Эти слова нашли свое исполнение в жизни святых апостолов, которые получили от Иисуса Христа соответствующую власть. Все дают вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. Однако, сказав эти многообещающие слова, Спаситель сразу предостерег своих учеников от превозношения, однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Постоянные отношения с Господом вот что дает защиту человеку и избавление от опасности. Характер этих отношений изложен в заключительных словах псалмах в 14-16 стихах, которые произносятся от имени Бога. О человеке здесь говорится в единственном числе, что свидетельствует о личном отношении Бога к каждому человеку. Это личное отношение, выраженное повсюду в псалме местоимениями второго и третьего лица, не говорят о том, что псалом был написан ради конкретного одного человека. За обращениями ты и он мы можем представить любого верующего. Двусторонняя природа отношений с Богом подчеркивается в 14-м стихе и в 1-й части 15-го стиха. Устремление человека возлюбил, познал имя мое, воззавет, выраженное просто в словах, находит ответ в реальных действиях со стороны Бога. Я избавлю, защищу, услышу. Для выражения понятия любовь автор псалма использует здесь необычный глагол. В данном контексте возлюбил означает страстно возжелал, прилепился душой, привязался. В этом слове есть некий оттенок страсти, влечения к Богу в самом высоком смысле этого слова. Современный греческий богослов Христос Янарас, он, опираясь на преподобного Максима Исповедника, выстраивал целую богословскую систему в отношении того, как мы можем устремляться к Богу. Слово любовь и в русском лексиконе в первую очередь, оно звучит как-то абстрактно, общее. Мы можем любить вареники с вишней, собаку, жену, природу, родину, партию, все что угодно. Это слово настолько общее, что порой оно не дает человеку понимания или даже четкости в том, какие ощущения я должен испытывать, искать и как выстроить к этому дорогу. А самое главное, что еще бывают и двузначные поговорки профанируют это понятие. Например, любовь зла, полюбишь и козла. И стрела Амура, она воспринимается как нечто, что может служить к наказанию чешской души, терзанию души по поводу так называемой несчастной или неразделенной любви. У преподобного Максима Исповедника вместо слова агапе, агапао, любить, агапе, любовь, употребляется еще слово эротао или греческое слово эрос, которое мало имеет общего, вернее, частично имеет какие-то общие значения с современным понятием эротика, но эрос как влечение. Слово это было достаточно распространенным в греческой культуре. Там в целом отношения между людьми и человеком природы отношения любви обуславливались тремя терминами. Агапао любить в общем смысле слова, филео любить по-дружески, испытывать дружеские отношения, эротао испытывать влечение. Так вот, преподобный Максим Исповедник, описывая чувства верующего человека к Богу, нередко использовал глагол эротао, глагол, обозначающий влечение, страстное желание. В чем-то это созвучно с одним из псалмов, в котором влечение к Богу уподобляется жажде. Вожидала душа моя к Богу живому, к Богу крепкому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Или как Елень желает на источнике водные, сица желает душа моя к Богу живому. Вот такие цитаты у нас из псалмов, в которых жажда Богу уподобляется жажде животного, а эта жажда является суть неким влечением, влечется, страстно желает, тянется душа моя к Богу. Подобное слово возжедать, возжелать или увлечься, оно порой бывает действительно дает больше сущности для того, чтобы человеку выстроить соответствующие разумные шаги. Действительно, когда человек начинает увлекаться духовной литературой, начинает увлеченно ходить в храм, начинает с жадностью слушать проповеди или какие-то высказы святых отцов, когда вдруг в нем появляется интерес, интерес манящий, увлекающий, как будто бы нащупал какую-то жилку, как будто бы почувствовал в этом какое-то влечение, вдохновение свыше. Это как интерес путешественника, который вдруг что-то пережил, испытал, почувствовал в том или ином путешествии. Кто-то почувствовал адреналин, кто-то открыл для себя новые уголки природы, кому-то понравился сам процесс подготовки и участия в путешествии, но так или иначе что-то толкнуло и человека манит к себе. Или как ученый, который, открывая какую-то тюрему, спешит открыть что-то следующее, потому что уже без этого не может. Это влечет, это тянет, это захватывает. Или как художник, который создал первое полотно, дальше ищет свой жанр, свой стиль, пробует себя снова и снова, что-то создает, творит, потому что это становится частью его натуры. Это влечет его, увлекает, это дает какое-то содержание жизни, это наполняет жизнь, делает ее богатой и интересной. И вот в отношении к Богу по преподобному Максиму Исповеднику тоже нужно Богом увлечься, чтобы Бог тобой завладел, ты должен завладеть Богом. Ты должен ухватиться за какую-то ниточку, ты должен напасть на его след, как следопыт, увидел след Бога и ищешь следующий. А где он следующий? А где он живет? А как мне его найти? Вот эта пытливость, она была свойственна и первым ученикам Христовым. Помните, как два ученика, которые были на Иордане последователями Иоанна Предтечи, они пошли вслед за Иисусом с вопросом, Рави, скажи нам, где живешь? У них была вот эта пытливость. Они увидели его, как он пришел к Иоанну, как его крестил, их что-то посетило, какое-то чувство, какая-то любознательность. И они пошли вслед за ним. Они еще не знают, как он живет, чем он дышит. Но сама эта пытливость, Рави, где живешь, толкала их на познание Иисуса Христа, на познание того, что с ним, в каком он духе, какого содержания его проповеди и так далее. Вот эта увлеченность, она действительно помогает и нам искать встречи с Богом, познавать Бога, восходить к Нему от силы в силу. И вот этот редкий глагол, который здесь употребляется, возлюбил в 14 стихе, он как раз может быть и переведен на греческий язык и на русский тем термином, не абстрактным полюбил, возлюбил, а более конкретным вожелал, страстно увлекся, потянулся, захотел, который двигает человека к каким-то новым открытиям. И в некоторых случаях, повторюсь, этот термин может быть более содержательным, более сущностным, чем абстрактное слово «любовь». «Познал имя мое» говорит о следующем шаге на пути к Богу. Такого человека охватила предваряющая благодать Божия. Он вдруг что-то осознал и почувствовал, увлекся этим откровением, пришел в храм для того, чтобы прославить Творца вместе с другими любящими Бога людьми. Его поиск, возможно, еще не привел к ответам на все вопросы, но он уже стал приоткрывать завесу его тайны по сказанному в Евангелии. «Просите, и да новым будет, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Диалог с Богом это не беседа на равных. По приоде и по статусу Бог выше человека. Согласно данному псалму, на три действия человека возлюбил, познал, воззвал. Бог дает нечто большее, чем три обещания. Избавлю, защищу, услышу. Вторая половина пятнадцатого и весь шестнадцатый стих говорят о тех действиях Бога. «Избавлю, прославлю, насыщу, явлю спасение, которое является своего рода преизбытком божественных благ, послесловием. Это некий дар Божий, который является проявлением его одновременно материнской и отцовской заботы. Конечно, это проявление Божьего попечения по Ветхому Завету не является случайным даром, фортуной, дождем, который посылается на праведных и неправедных. «Я прославлю прославляющих Меня», говорит Господь. Он готов пребывать с человеком в скорби, избавлять от опасностей, способствовать распространению о нем доброй славы и даже сделать его жизнь на земле долгой и насыщенной, что являлось самым значительным знаком Божьего благословения в Израиле. Однако для приобретения Божьей защиты есть существенное условие. Человек сам должен сделать первый шаг – возлюбить и познать имя Господа. Слово «спасение» подводит итог данному псалму. Под спасением в данном случае можно понимать не только помощь в минуту опасности, вытаскивание из какой-то пропасти. Это все описанные выше благословения, которые делают жизнь человека уверенной и счастливой. Защита, о которой говорит 90-й псалом, зависит не от количества ангелов-хранителей, а от характера отношений человека с Богом. вера в небесного отца не является интеллектуальной гипотезой, мировоззрением, что Всевышний обитает где-то там, на небесах. Живой Бог ожидает от человека личного обращения и в ответ предлагает личную адресную помощь. Бог предлагает такую защиту, которую мир не может ни дать, ни отнять. Однако спросим себя, предпринимает ли сам человек усилия, чтобы не лишиться такой защиты. Согласно Моисею, Господь нашел народ Иакова в пустыне, нашел его словно брошенного, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Можно продолжать эту цитату из Терезакония. Но Израиль уточнел и стал упрям. Как результат он оставил создавшего его Бога. Пришел Христос и обратился с аналогичными словами к жителям Иерусалима. Сколько раз хотел я собрать своих детей, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Его не приняли, и потому остался дом их пуст. В обоих случаях Бог, словно птица, простирает свои крылья над своими людьми, которые уподобляются маленьким птенцам. Ведомые различными влечениями, эти птенцы могут выпасть из гнезда на радость проползающей вблизи гадюки. Конечно, во время свободного падения любой птенец задумается об ангелах, которые на руках понесут тебя, да не приткнется о камень ногою твоей. Но стоит ли дожидаться смертельного падения, чтобы задуматься об отеческом гнезде? Святоотеческая письменность полна размышлений о мысленной брани, которая включает в себя не только сопротивление наветом вражьим, но собственным порочным устремлением. Блаженный Феодорит пишет о победе над дьявольскими прирожениями как о чем-то доступном для каждого человека. Цитирую, многие уверовав в Бога преодолели из сих зверей. Следовательно, для тех, кто обуздал свою собственную человеческую природу, победа над падшими духами возможна. Но в том-то и проблема, что современный человек не борется с грехом и все время пытается переложить ответственность за свои страдания на Бога и чаще мечтает об ангелах-хранителях, чем об обуздании своей собственной порочной воли. При этом речь уже и не идет о том, чтобы достигнуть каких-то заоблачных высот. Хотя бы сохранить светлыми ризы крещения и удержаться в гнезде Небесного Отца. В древнехристианские времена существовали разные должности в церкви. в том числе кроме епископов пресвитеров были учителя некие заглянатели. Если мы посмотрим на памятники христианской письменности 2-3 века, то повсеместно в древних церковных описаниях мы встретим свидетельство о том, что силы бесовские убегают от христиан. читая Тертулиана создается такое впечатление, что вообще каждый христианин становился после естественного крещения способным изгнать бесов. Они не только не пребывали в нем, то есть он и сам избавлялся от плена бесовского, но и еще повелевал нечистым духом. В наши дни подобное явление воспринимается как редко исключительное. Ну, какой-нибудь там батюшка отчитывает в псковских лесах или может быть где-нибудь еще в Троице Сергиевой Лавры отец Герман проводит соответствующие отчитки. И это явление кажется нам каким-то парадоксальным, исключительным, завораживающим, мистическим, тайным, а по отношению к самому человеку чем-то сверхдолжным. Это вот суперстарец, супердуховник, который получил такую возможность. Но по сути дела отчитку над человеком может и производит любой священник, совершающий таинство крещения. При совершении таинства крещения в чине оглашения стоят несколько молитв заклинательных, в которых от имени Иисуса Христа священник повелевает нечистой силе выйти из этого человека, приступающего к крещению, и впредь не возвращаться. То есть, если мы спросили себя, а участвовал ли я в подобных заклинательных обрядах или нет, ответ – да. Потому что во время крещения это совершается всегда. Какой батюшка имеет право проводить отчитку? Любой. Потому что самое серьезное таинство или одно из самых сильных таинств, которые совершаются только вообще в церкви, таинство крещения совершается любым священником. Так что возможность повелевать нечистым духом – это право и обязанность любого священнослужителя, это право и возможность любого христианина. Самое главное в этом случае самому не идти в пасть к дьяволу. То есть, после того, как мы освободились от плена бесовского крещения, снова не возвращаться на порочную дорогу. В Евангелии есть такой замечательный образ, сказанный Иисусом Христом в виде притчи. Потому что дух нечистый, когда его изгонят из дому, он идет по безводным пустыням и, возвращаясь, если находит дом чистым и убранным, он там поселяется и берет еще с собой семь злых духов, худших, чем он. Возникает вопрос, а как это так? Вроде бы он находит дом чистым и убранным, а почему тогда он там поселяется, если там все хорошо, если там чистый дом? Отсюда следующий напрашивается ответ. Нет, значит, в этом доме Бог не живет, в этом доме Дух Святый не живет, а в сердце такого человека, убранного и вычищенного, нет Христа. А Павел, напротив, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот так получается, что в зависимости от того, чем мы себя наполняем, что в нас, какое содержание нашей жизни, живем ли мы по Христу, со Христом, во Христе, и Христос в нас тогда, или живем мы наоборот, не по Христу, не в Духе Святом, и тогда в нас не Дух Святой, а Дух Лжи, лихаимства, и двуслужения, и всякие нынче статы. Итак, когда приходят в церковь, люди говорят, меня атакуют там козни вражии, и что мне делать, какую молитву читать? Первый, самый простой ответ приходит, ну вот, почитать 90-й Псалом, потому что издревле не только в христианской, но и иудейской письменности, это отражено в Талмуде, в памятнике 4-го, 6-го века, там тоже указывается на употребление при приожжениях вражих 90-го Псалма. Так вот, это самый простой ответ, но это ответ и не ответ одновременно, потому что не сама по себе только молитва избавляет человека от плена Весовского, но и изменение его образа жизни. Есть ведь люди одержимые, ну, которые когда-то себя пленили, отдали в руки дьяволу, и они пребывают в этом плену, который приходит на исповедь, приходит на причастие, и ты на них там сколько шапочку преподобного Иова не возлагай, или, не знаю, там, вери Генила Столобенского, они не будут при этом себя вести неадекватно, не будут вести себя адекватно, но все понимают, что этот человек находится в плену, он там какие-то издает иногда странные звуки, или сам говорит о том, что вот его атакуют какие-нибудь голоса и так далее. Притом, это не клиника, это действительно вопрос плена Бесовского, а не психотерапии. Итак, находясь в этом плену, человек может бороться и должен бороться. Поэтому, когда речь идет о зловещих каких-то атаках, здесь мало прочитать какую-то молитву, а тем более распечатать, повесить ее себе на дверь. Здесь нужно посмотреть, в чем я дал повод и дала повод для дьявола, где он нашел слабое место. Ведь дьявол сеет свои плевелы на почву нашего сердца. И только тогда эти плевелы дают всход, и он может за них ухватиться, когда мы ему, дьяволу, даем соответствующую почву. тогда мы становимся или цепляемся за крючок дьявольской приманки, когда мы эту приманку проглатываем. И чем глубже мы эту проглатываем приманку, тем крепче мы к крючке держимся у дьявола. И поэтому, чтобы разрубить эту леску, которая держит нас на крючке, нужно сначала увидеть, не держим ли мы в своих зубах сами ту приманку, которую дает дьявол. А преподобный Паисий Святогорец он сравнивает эту приманку с отравленным леденцом, когда человек он услаждается каким-то грехом и не хочет от него избавиться, потому что это конфетка, которая тебе дает усладу. Проблема в том, что это такая услада, которая весь твой организм отравляет. Но поскольку как травится организм, ты не видишь, а на языке присутствует какая-то сладость, поэтому хочется снова и снова этот леденец доставать его, крутить у себя перед глазами и во рту. Итак, следовательно, возвращаясь к 90-му псалму, не только апостолы получили власть, но у любого христианина есть соответствующая власть. Любой христианин, окропив дом святой водой, прочитав соответствующую молитву, воскурив ладану себе в доме или просто помолившись Богу, может изгнать нечистую силу. Потенциально он свободен. В некоторых случаях священнослужители проводят отчетки, но наверняка вы встретите, а может быть слышали, те случаи, когда беса изгоняла та или иная благочестивая женщина, как-нибудь монахиня в монастыре или какая-нибудь христианка. Это не означает, что она практикует какой-то специальный обряд как профессиональная заклинательница. Ведь не в нашей власти изгнать беса, только в власти Христа. Поэтому не всегда бесноватые, которые приходят на отчетку, они гарантированно получают исцеление. Бес может покинуть их в самую неожиданную ситуацию, когда Господь вас благоволит. И в этом случае, как говорил всем отец Герман Тройса Сергия Лаври, если вы приезжаете или кого-то привозите на отчетку, вы не думаете, что этот обряд сам по себе гарантированно избавит от беса. Нужно человеку этому прежде всего задуматься над своими грехами, прийти на исповедь. Это самое первое. А исповедовав до конца и глубоко свои грехи, подготовиться и приступить к Таннству Причащения. И тогда шаг за шагом, борясь со своими духовными недугами и немощами, раскаясь в своих прошлых грехах, человек может получить послабление или избавление от плена бесовского. В этом случае более надежным и верным средством для избавления от прелогов вражек будет являться исповедь, когда я наконец начну вынимать изо рта вот тот самый греховный леденец, которым услаждаюсь. И вот тогда дьявол потеряет надо мной власть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова